А знаете ли вы, какое море не имеет берегов? По мнению ученых, единственным водоемом в мире, чьи границы определяются не сушей, а четырьмя течениями, циркулирующими по часовой стрелке, является Саргосово море, расположенное в Атлантическом океане. Эти течения приносят сюда морские растения и мусор со всего мирового океана. Но главной особенностью этого моря являются водоросли длиной до 10 метров. Их называют Саргосом. Отсюда и название этого места. Первыми его посетили португальские моряки, исследуя Азорские острова в начале 15 века. Ранние мореплаватели смотрели на Саргосово море со страхом, считая, что их корабли застрянут в плавающей на поверхности море траве. Однако не столько водоросли являются помехой для продвижения кораблей, сколько отсутствие ветра. В прошлых веках, во времена парусного мореплавания, именно частные штили вызывали длительные задержки судов пути, продлевая их плавание, сокращая запасы пресной воды и провизии. Последние десятилетия водоросли здесь быстро разрослись, простираясь через Атлантический океан около 8 тысяч километров в длину. Поэтому ученые называют этот участок океана Великим Саргосовым поясом. Самое известное произведение, действие которого происходит в Саргосовом море – остров погибших кораблей. Александра Беляева, написанное в 1926 году.